всем привет друзья итак помните я говорил что у меня там что-то бренчит я все еще не могу успокоиться вчера я думал что это центральная подножка а потом я прислонил значит руку вот к этого беде не знаю как она называется вот видно вам сюда и я почувствовал там как будто биение какое-то странное непонятное меня это очень беспокоил и я сейчас хочу снять крышку и посмотреть вообще что там такое в принципе аппарат был на т.о. совсем недавно и вот дату его у меня вообще никаких проблем не было вот с этой системой а после ты вот стала такая херня хотя его делал даже блять на специализированном сервисе давайте сейчас снимем крышку и посмотрим что это за херня такая чё там специалисты я надеюсь что я там увижу чего-нибудь визуально сука ладно давайте начнем откручивать а ребята я же забыл я специально перчатки модные перчатки такие вот знаете чтобы пальцы не поранить да и не пачкаться что-то о совсем другие ощущения до подлезу и нет инструментами у меня беда какая не подлазит ну ладно попробуем так хотя бы чуть-чуть надо рвать шла вода горячая здесь такая же херня хорошо видно нет страдания давайте камеру немножко наклоним так ну вроде все ослабил сейчас должно быть легче я надеюсь что это визуально там что-нибудь вижу может быть там что-то не забыли закрутить может быть какая-то шайбочка упала или что-то вот она когда крутится бьется вот об эту крышку по ходу дела причем когда ты делали еще такие деньги с меня взяли 200 евро полно с чем-то что около 300 по моему сейчас точно не помню но ощутимо было причем для сделали еще так долго и не на этот сервис больше никогда в жизни не поеду и вот даже думаю дать вам ссылочку на этот сервис чтобы люди кто с берлина тоже знали куда ездить не надо ведь надо инструментом обзавестись давненькие гаечки уже не крутил говно китайская говно китайская Чужой сука не снимается, ладно, все, сейчас повыкручиваю. Здесь они еще разной длины, что ли? Чтобы не перепутать их. Слушай, а что за хуйня, блин? Может еще этот надо открутить? Так я не думаю, что эти как-то могут повлиять. Ах, муки-то. Ааа, вот еще же, блядь. Сука. Сука. Здесь его как затянули, не по-детски. Специально, чтоб хуй открутили. О, пошла, блядь. Совсем другое дело. Ну-ка. Что тут может, сука, болтаться? Так, ребята, давайте сейчас посмотрим. Ну-ка, чтоб вам тоже было видно. В принципе, я ничего не вижу такого, чтобы здесь могло болтаться. А если мы его заведем, что будет? Так, 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 так. Так, 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 так. Так, 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 так. Так, 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 так. Блин, в принципе, вот с открытой крышкой все нормально, да? Ничего не бренчит. Вот, когда крышка была закрыта, было там что-то бренчание какое-то. Именно изнутри, когда я руку прикладывал вот к этой крышке, блядь, было такое биение. Я думал, может быть, там какая-нибудь частичка маленькая, чего-то нехорошего летает и бьет. А как оказалось, нифига. Все вроде нормально. Или, может, я пока открывал что-то, выпал оттуда, чего я не заметил. Хм, странно, блядь. Может, это и здесь... Правда, блядь, центральная подножка? Ху, я знаю. Вот это непонятно. Так. Ну, кстати, у нас... Чего идут сюда? Тут люфтов никаких нет. Вроде бы... Ну что, ребята, я, честно, блядь, я не знаю, что с ним делать. И остается только надеяться сейчас это все собрать и что все будет нормально. Единственная надежда, которая у меня сейчас осталась. Просто что с этой бедой делать, блядь? Тут вот вроде все зашибись. Все нормально. Так, 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 что-то... Небо мне не нравится, блядь. Лишь бы дождя не ебануло сейчас. Ладно, пофигу. Ну, по-моему, здесь сейчас болтается. Ладно, ребята, собираем и смотрим, что это будет. Так. Это было? Было это так? Или было это не так? Не помним. Воздуха. Ну-ка. Давайте-ка мы сейчас просто наживим и запустим еще раз и посмотрим разницу. Так. Стартуем. 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 Вроде нормально. Будем надеяться, что сейчас после сборки все будет опять нормально работать. Больше мне ничего не остается в данном случае. Пока что. Потому что это тащить его опять на мастерскую, они возьмут кучу денег только за поиск неисправности, которую скорее всего сами не сделали. Конечно, не хочется так думать. Не, по-любому не специально. Я ничего не говорю, что они там специально мне что-то хотели на паках сеть. Ну, просто, видимо, безответственно подошли к выполнению своей работы. Ну, знаете что, зато я теперь знаю, как там все внутри выглядит. И, скажем, тот же самый ремень я уже смогу сам поменять без проблем. Раньше я боялся туда лезть почему-то. А сейчас нет худа без добра, так скажем. Ну, сейчас я не боюсь туда лезть. Так что кучу денег сэкономлю. В перспективе. Так, надо этот, снять ключи, чтобы бренчит задолбал. Длинные были, по-моему, один отсюда. Даже жарко стало. Вопрос, куда вот этот болтик, потому что... Ой, блин, вот сюда. Давай сюда попробуем. Ладно. Ну что, ребята, пробуем. Заведем и послушаем. Так, что я могу сказать? Ну, знаете, вот вчера, когда вот я заводил, или вот так руку прислоняешь, и, блядь, как будто вот что-то там, камешек какой-то бьется или что-то такое. Сейчас пока, тьфу-тьфу-тьфу. Сейчас я сделаю тут небольшой кружочек, буквально 2 секунды, и оно уже покажет, как оно будет. Так, снимем перчатки, чтобы руль не пачкать. Ну-с, ребята. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вибрации вот отсюда переходили вот на эту крышку, и я эту, сука, вибрацию слышал. Ну, не слышал, а чувствовал пальцами. Поэтому... Косяк найден. Ну, это даже радует меня, что это подножка. Это меня очень радует. Было бы страшно, если бы это было действительно что-то в вариаторе, какие-то проблемы. А так, подножка это хуйня. Подножка это ничего страшного. Что мы сделаем? Как-нибудь выгнуть ее немножко, что ли? Что-то так сделать, да? Ну-ка. Так, ладно, будем смотреть. Ну-ка, сейчас еще разочек прокачусь. Ну-ка. Так. Ну-ка, сейчас. Ну-ка. 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 короче ребята честно если подножка то это полная фигня ничего страшного там надо будет придумать что-нибудь может быть там резинка до этого нам такая ну типа отбойничка круглая когда подножка поднята да она должна прикасаться вот к этой как раз крышки демпфировать но между ней и вот этой резинкой там люфт несколько миллиметров то есть она не прикасается почему-то получается не надо как-то эту резиночку просто нарастить на ползантиметра и в принципе вернул будет смягчать это можно сделать тупо из-за ленты намотать нафиг на нее все так что по крайней мере я теперь знаю в чем проблема и я знаю как ее решить честно я боялся что будет проблема действительно где-то там вариа мать и в общем такие вот дела ребята всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал ну а я буду растить усы как у вадика галуева вадик привет если смотришь я обалдею от его усов честное слово даже сам себе подумал я лада может быть заметили на превьюшку на превьюхах там рисую себе бороду усы а так это прицениваю смотрю вот пойдет ли мне не пойдет немножко так придать брутальность своему внешнему виду не помешает ладно что вы думаете по этому поводу я надеюсь варик продаж мне франшизу на усы ладно все всем счастливо